Врачи назвали копеечный сок, способный снизить давление и холестерин. В поисках манго, фейхоа или другой экзотики, мы забываем об украинском суперфуде, сок из которого признан чрезвычайно полезным. Об этом пишет Идзис. Речь идет о красной столовой свекле. Свеклу полезно есть в любом виде, но самое полезное – сырой или употреблять в виде сока. Нутрициологи говорят, что в свекольном соке больше антиоксидантов, полезных нитратов, витаминов и минералов. Однако в свекольном соке больше не хватает клетчатки, содержащей цельный овощ. Спортсмены и активные люди, ведущие здоровый образ жизни, проявляют особый интерес к свекольному соку, поскольку исследования связывают его с лучшей работоспособностью и восстановлением. Кроме того, свекольному соку приписывают такие полезные свойства, как снижение артериального давления и холестерина. Свекольный сок может повысить вашу выносливость. Так, исследователи давали тренированным велосипедистам полстакана концентрированного. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спич Кит. Свекловичного сока в день, в течение шести дней, и обнаружили, что их выносливость повысилась по сравнению с плацебо. Еще одно небольшое исследование с участием 20 хорошо подготовленных мужчин показало, что употребление свекольного сока за час до пробежки на 4 километра уменьшает их время в среднем на 2 минуты по сравнению с напитком, употребляемым плацебо. Считается, что вещества, содержащиеся в свекольном соке, способны снизить расход кислорода, необходимого мышцам, во время тренировок, и повысить эффективность мышечных сокращений. Сок может снизить кровяное давление. Стакан свекловичного сока в день может помочь держать кровяное давление под контролем. После потребления нитраты превращаются в химическое вещество, известное как оксид азота. Оксид азота оказывает влияние на кровеносные сосуды, расширяя их, улучшая кровоток и снижая давление крови на стенки кровеносных сосудов. В одном исследовании люди с высоким кровяным давлением выпивали чашку свекольного сока ежедневно в течение 4 недель и наблюдали. Значительное снижение от, в среднем, на 7,7 дробь, 5,2 мм, РТ, СТ. Продукт может снизить уровень холестерина. Свекольный сок может способствовать снижению уровня холестерина, еще одного фактора риска сердечных заболеваний. Исследование 30 физически активных взрослых мужчин показало, что 1-2 стакана свекловичного сока ежедневно в течение 15 дней значительно повышают уровень антиоксидантов и нитратов в организме. Что касается холестерина, то ЛПВП, хороший, холестерин увеличился в среднем на 7 пунктов, тогда как ЛПНП, плохой, холестерин снизился в среднем на 10 пунктов. Свекла может ускорить восстановление мышц. Напряженные тренировки могут сильно нагружать ваши мышцы, которые иногда приводят к усилению боли в течение нескольких дней после них. Вы можете добавить в свекольный сок после тренировки, чтобы ускорить время обновления. Одно исследование показало, что спортсмены быстрее восстанавливались после употребления свекловичного сока, чем группа плацебо после. Тренировок по прыжкам. Связь между свекольным соком и болью в мышцах может быть связана с высоким содержанием нитратов и антиоксидантов и их влиянием на мышцы. Есть у суперфуда и противопоказания. Свекольный сок может привести к образованию камней в почках. Продукты с высоким содержанием оксалатов, такие как свекла, могут увеличить этот риск. Оксалаты из пищи могут накапливаться и сочетаться с кальцием, создавая камни, которые слишком велики, чтобы пройти через мочеточник. Если у вас раньше были камни в почках, вы лучше избегать или ограничить употребление свекольного сока и других продуктов с высоким содержанием оксалатов. Раньше мы писали о лекарствах от давления, которые никогда не работают. Кроме того, читайте, почему свекла признана украинским суперфудом.